Развязку на Октябрьском проспекте открыли осенью 2015 года. Дорожники работали в сжатые сроки, да и погода была не на их стороне. Все это сказалось на состоянии асфальта. Со временем в некоторых местах появились трещины. В процессе эксплуатации началось разрушение полотна на стыках. Это устраняется. Участки, которые пострадали больше всего, приходится менять полностью, то есть делать ремонт картами. Однако в большинстве случаев гарантийные работы требуют меньших затрат. Но здесь нужно соответствующие погодные условия. Это производится в теплое время. На улице отремонтированный капитально подрядчик дает гарантию 4 года. На ремонт картами в два раза меньше. Это значит, что в течение этого срока дорожники обязаны следить за состоянием асфальтового покрытия и при необходимости принять все меры по устранению разрушений. Исправить дефекты уже удалось сотрудникам организации, которая два года назад провела частичный ремонт на улице Мира. Да, работы выполнили мы в срок как бы. Но вот эти трещины, они неизбежны. То есть в процессе эксплуатации они проявляются. И то есть в течение хотя бы раз в год их достаточно пролить, для того, чтобы они не расширялись дальше. И все. Это продлевает срок службы дороги. В своевременном ремонте нуждаются и тротуары. Эту дорожку на улице Ленина восстановили летом 2015 года. Этой весной здесь появились трещины. Дорожникам удалось предотвратить дальнейшее разрушение. Однако такими добросовестными оказались не все подрядчики. В конце апреля специалисты департамента ЖКХ провели проверку дорог и тротуаров, которые находятся на гарантии. Две организации, которым были выставлены претензии, все устранили в срок. Еще пять компаний свои обязательства выполнили не в полной мере. Выходим в суд и предъявляем штрафы за невыполнение гарантийных обязательств. Даже в том случае, что есть у нас гарантийные письма с просьбой отсрочить выполнение своих гарантийных обязательств, ни на одно из этих писем согласие ни мэрия города, ни департамент ЖКХ не давал о продлении сроков выполнения гарантийных обязательств. Плохая погода и загруженность на новых объектах – так оправдывают себя руководители компании, которые вовремя не выполнили работу над ошибками, говорят коммунальщики. Однако это не снимает с них ответственности, заявили в мэрии. Татьяна Жданова, Егор Плюснин, Новости.